Новороссийцы как могут прячутся от ветра. Не все успели, двое погибли. Глава региона экстренно собрал оперативный штаб. Энергетики пошли в горы. В сложнейших условиях восстанавливают оборванный ЛЭП. Тысячи человек в районе Анапы пока еще без света. Замаскированное покушение. Взрыв возле кафе в Краснодаре мог предназначаться районному суде. Кто и за что мстил. И Кубань оградили спецпостами из-за вспышки чумы свиней перевоз животных и свинины под контролем полиции, районных властей и ветеринаров. Добрый вечер. Это «Факты» на 9 канале. Ураган на Черноморском побережье. Сегодня в Новороссийске. Сила ветра больше 40 метров в секунду. Об этом накануне предупреждали в МЧС. В городе срывало крыши, ломало деревья и рекламные щиты. Есть погибшие и пострадавшие. В соседней Анапе тоже есть разрушения. Из-за сильного ветра с утра и без света оставались более 200 тысяч человек. Это и в Новороссийске, и в Анапе, и также в пригородах. Целый день работали десятки аварийных бригад. А вице-премьер России Игорь Сечин даже направил в Новороссийск министр энергетики Сергея Шматко. На данный момент в приморских городах энергоснабжение частично восстановили. Без света пока остаются в Новороссийске более 30 тысяч человек. В Анапе 60 тысяч. Кроме того, в Геленджике. Из-за сильного ветра аэропорт сегодня не принимал самолеты. Днем борт из Внуково из-за порвов ветра был перенаправлен в Анапу. Там был ближайший аэродром. А полчаса назад еще один самолет из Москвы не смог приземлиться в Геленджике. Его перенаправили в Краснодар. Целый день в городах работают корреспонденты 9-го. И сейчас на прямую связь со студией из Новороссийска выходит Борис Максудов. Борис, я вас приветствую. Но погода не та, чтобы долго предисловиями заниматься. Рассказывайте, как сейчас стих ветер. Да, Екатерина, здравствуйте. Ураган небывалый, который сегодня пронесся над Новороссийском, о котором говорили по всей стране. Как и обещали синоптики, после обеда стих. Уже днем Новороссийск вошел в свое привычное русло. Сейчас в городе морозная погода, минус 6. Но с учетом морского воздуха и ветра, тут, конечно, ощущается это гораздо холоднее. Уже во второй половине дня ветер стих. И сейчас только в горных районах ощущается сильный порой ветра. Но несмотря на то, что синоптики делают обнадеживающиеся прогнозы, коммунальщики работают в усиленном режиме, в разных частях Новороссийска. Сегодня в течение дня можно было видеть аварийные службы, которые восстанавливали инфраструктуру города. Были стянуты даже силы военных, которые привезли сюда свои дизель-генераторы, которые обогревали те районы, которые остались без котельных. Буквально несколько минут назад закончилось заседание чрезвычайной комиссии. Его проводил вице-губернатор Джамбулат Хатов. Проводилось оно в администрации города. Там обсуждалось, как в кратчайшие строки устранить все последствия аварии в городе Новороссийске. Напомню, что сегодня утром в 5 утра больше 100 тысяч жителей этого города осталось без света, ноги и без тепла. К этому моменту большая часть людей из зданий уже запитаны к электричеству. Предлагаю послушать, что сказал первый вице-губернатор на совещании. Надо мобилизовать управляющих компаний, надо мобилизовать всех, кто у вас работает с населением. Сейчас пройтись по всем многоквартирным домам. Если остаются какие-то микрорайоны или многоэтажные дома, где еще не стоит, туда должен отправиться мэр, его заместитель, разъяснить людям, что тепло будет через час-полтора. Напомню, что сегодня город в течение всего дня жил в чрезвычайном режиме. Штормовое предупреждение было объявлено еще позавчера. Из-за сильного урагана были выведены все морские суда из акватории морского порта. Сделано было для того, чтобы из-за сильного ветра они не пострадали, так как большинство сухогрузов и танкеров могут просто в такое время обледенеть. По словам синоптиков, пары ветра сегодня достигали 45 метров в секунду. До сих пор в городе можно видеть последствия этого урагана. Оборванные провода, поваленные рекламные щиты, также деревья. В пяти домах были сорваны крыши, крыша и кровля. Не далось избежать человеческих жертв. По последним данным погибло два человека. Один из них погиб из-за сорванной крыши, второй из-за сильного порыва ветра попал под колеса автомобиля. Екатерина. Да, Борис, у нас еще не погода, как известно, в Анапе. Вот есть у вас сведения, там сейчас многие без света, вот надолго ли это все? Непогода сегодня бушевала не только в Новороссийске, но и по всему Черноморскому побережью. В Анапе без света было около 120 тысяч человек. По последним данным, большая часть сейчас находится с электричеством. И в течение всего дня мои коллеги работали в Анапе, тоже предлагаю посмотреть сюжет, как непогоду переживал курорт. С самого утра в Анапе и семи сельских округах без света осталось почти 120 тысяч человек. Везде эта цифра уменьшалась, но восстановить подачу электроэнергии полностью пока не удалось. Ремонт дается адским трудом. Высоковольтные линии в горах добраться сложно, а ветер попросту не позволяет работать. Сносит с ног, путает провода. Идва энергетики успевают восстановить один участок ЛЭП, обрывается другой. Воздействие нерасчетных ветровых нагрузок приводит к обрывам проводов, которые подносят к телу опоры. Энергетики трудятся в авральном режиме. Помощь постоянно приходит из Сочи, Краснодара и Тимошевска. Не легче обстановка и в самой Анапе. В больнице тепло и свет подают за счет резервных источников питания. Детские сады и школы закрыты. Дополнительные силы пришлось аккумулировать и полицейским. Наряды ОВД закрыли все административные здания, банки и учреждения суда, чтобы не допустить каких-то проявлений. Восстановить подачу электроэнергии полностью планируется в ближайшее время. На данный момент без света остаются 60 тысяч человек в 24 населенных пунктах. Впрочем, работа ситуационного центра в Анапе не останавливается. Спасатели, энергетики и чиновники готовятся к тяжелой ночи. Возможность ЧАЭС остается. Ирина Кизельбашева, Александра Проскурина и Михаил Власенко. 9 канал Анапа. Сейчас десятки тысяч жителей Черноморского побережья внимательно следят за прогнозами погоды. Синоптики оптимистичны. На выходные не обещают никаких порывов ветра или усиления ветра урагана. Но со вторника по четверг усиление ветра все же ожидается. Поэтому Новороссийск и Анапа будут по-прежнему... Сормовое предупреждение будет продлено. Также добавлю, что сегодня в Новороссийск приезжает и министр энергетики. Также ожидается, что с минуты на минуту сюда прибудет губернатор для того, чтобы на месте увидеть, как город расправляется с последствиями урагана. Екатерина. Да, Борис, спасибо. Будем надеяться на оптимистичные прогнозы. Вот вижу у вас, во всяком случае, где вы находитесь, сейчас не так сильно ветрено. Так что хорошая надежда есть. Но мы с вами не прощаемся. Увидимся в 22 часа и в 23.45 в эфир в специальном выпуске фактов. Мы продолжаем следить за ситуацией. Ну и по прогнозам синоптиков, завтра ветер в Новороссийске. Вот со вторника на среду, опять же это по прогнозам, ситуация может повториться. Температура будет понижаться, режим ЧС не снимается. В режиме полной готовности оперативные службы будут работать до среды. Но что нужно сказать? Что натворившая сегодня обед Бара вообще явление для Новороссийска нередкое. Более того, это чуть ли не одна из визитных карточек города. Они писали все известные литераторы, когда-либо бывавшие в Новороссийске. Вот, например, Александр Куприн, к примеру, сказал, что это самый капризный ветер на самом капризном море. Почему так? Артем Абрамов пролистал ураганные страницы истории. Рекордная сила ветра в Новороссийске была зафиксирована в 1974 году. Бара тогда ударила по городу со скоростью 45 метров в секунду. На этой отметке измерительный прибор сломался. Его сорвало и унесло ветром. Метеорологи говорят, ветер в Новороссийске катастрофически усиливается больше 20 раз в год. Однако именно зимой создаются условия для урагана. Создаётся перепад давления, который обуславливает формирование северо-восточного ветра. В холодное время года, или антициклон, он, в общем, способствует закачке относительно холодного воздуха по сравнению с тем, что есть в Цеминской бухте до этого. Главная причина разрушительной силы Норд-Оста не климат или море, а ландшафт. Врезаясь в Мархотский перевал, ветер из-за давления резко устремляется вниз. Это можно сравнить с ускорением горнолыжника на большой скорости спускающегося с горы. Бара также захватывает капли морской воды, и из-за них обледенение идёт по всему побережью. Единственное и при этом невыполнимое решение проблемы ветров – свернуть горы. Прочие варианты эксперты исключают. Всякого рода предложение, скажем, прорыть тоннель под хребтом с тем, чтобы перекачивать воздух контролируемым способом. Но тоннелям эту проблему не решишь, потому что энергетическая мощность колоссальная. Ну, представьте себе, эта мощность равнозначна энергии огромного циклона. Жители Новороссийска утверждают, что однажды, больше 80 лет назад, бара задула со скоростью 80 метров в секунду. Однако эксперты полностью опровергли, что высоко в небо многотонные грузовики и должен был бы стереть город с лица земли. Сегодня в Новороссийске приборы остановились на максимальной отметке 40 метров в секунду. По прогнозам, скорость ветра за выходные упадет до 30. Нормализуется ситуация только 2 февраля, обещают метеорологи. Артем Абрамов, Олег Тайнин, 9 канал, Краснодар, Новороссийск. Как мы уже сообщали в эти минуты, губернатор края Александр Ткачев в Новороссийске. Он руководит работой оперативного штаба. Перед началом заседания нам удалось записать комментарии главы края по текущей ситуации в городе Героя. И вот что он сказал, предлагаю послушать. На самом деле такой стихии, край Кубани, юго-восток края, в общем, мы испытывали последние, наверное, 15-20 лет. По крайней мере, старожилы не помнят и Новороссийск, привыкшие к таким ураганным ветрам, в том числе не припоминают, чтобы около 40 метров в секунду. Это на самом деле шквальный ураганный ветер, небезопасный не только для города. Практически город и поэтому парализовало. Люди в шоке. И задача власти и всех наших энергетиков, и здесь пользуясь случаем, хочу поблагодарить и правительство Советской Федерации, в крае находится сейчас министр энергетики, мы, службы МЧС, администрация наших городов, Новороссийска, Анапа и других поселений, делаем все, чтобы в ближайшее время, несмотря на морозы, несмотря на дикий ветер, восстановить электроснабжение. Потому что мы прекрасно понимаем, без электричества, значит, не будет ни водоснабжения, не будет ни теплоснабжения, а значит, город не сможет существовать, а не говоря уже о социальных объектах. И, конечно, в первую очередь мы за счет резервных источников питания будем подключать социальные объекты, образовательные, здравоохранения и другие. Сегодня оказывается помощь людям, людям, тех, кто нуждается, сегодня в продовольствии мы, сухие пайки развозим по добам, делаем все, чтобы быть рядом с людьми в этой беде. По нашим прогнозам, только завтра к обеду ветер будет стихать. Тем не менее, энергетики, все те, кто сегодня находится в эпицентре этого урагана, работают круглые сутки, несмотря на мороз, на ветер, в сложнейших условиях. Практические линии электропридач мы соединяем, восстанавливаем, и они тут же на глазах у нас разрушаются. Поэтому, тем не менее, эти работы будут проводиться очень энергично. И уже в результате героических подвигов, по-другому не назову работу наших энергетиков, практически на 80% уже восстановлено электроснабжение и Новороссийска, и Анапы. Надеюсь, что уже через пару часов Новороссийска мы полностью подключим Анапу. К сожалению, отдельные населенные пункты, разрозненные небольшие, сельские, может быть до утра, в силу понятных причин. Тем не менее, обращаясь к людям, надо потерпеть. Это действительно стихия. Здесь человек не все может. И мы делаем, поверьте, все возможное, чтобы восстановить электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, вернуть нормальную жизнь на Черноморском побережье нашего края. Мы о погоде будем еще подробно говорить, и сейчас у нас Ейск. Там начинается сезон подлёдной рыбной ловли, однако лёд слишком тонкий, от 2 до 4 сантиметров. При такой толщине он может лопнуть даже от небольшого давления. По данным спасателей, Ейский лиман почти замерз и частично покрылся льдом также Таганрогский залив. Силы и средства приведены в полную боевую готовность. Сейчас мы готовы. У нас подготовлено 2 судна на воздушной подушке, которые будут ежедневно патрулировать, круглосуточно, на льду Ейского лимана. 4 экипажа подготовлены. Десять дежурства будем круглые сутки. Сегодня в Ейске держится мороз до 15 градусов. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, будет еще холоднее. Поэтому торопиться с рыбалкой не стоит. Еще и февраль обещают быть холодным. Несколько кварталов в Карасунском округе Краснодара сегодня накрыло облако пара. На пересечении улиц Ставропольская и Старокубанская прорвало теплотрассу. На месте аварии сейчас работают ремонтные бригады. Пока специалисты не могут добраться до места порыва. Нужно откачать горячую воду из так называемых теплокамер. Ничего там не видно. Пока воду не откачаем. Откачаем воду, будем смотреть, что произойдет. Ливневка, видите, она вся в ливневку сливается. Вот ливневка отсюда, видите. Поэтому она не на дорогах. На Старокубанская дорога все же начала превращаться в каток. Вода не вся уходит в ливневку. Кипяток, учитывая, что сегодня столбик термометра опустился ниже 15 градусов. Сейчас на Старокубанский проезд затруднен из-за пары гололедицы. Ремонтные работы продолжаются, как заверили диспетчеры теплосети. Жители окрестных домов из-за коммунальной аварии не замерзнут. Дома подключили к резервному источнику тепла. Это факты. Вот что мы еще покажем в программе. Бывший милиционер с Пашей Подросткой от педофила опасается за свою жизнь. В программе «Такая жизнь». Узнаем подробности коллеги сейчас готовятся к эфиру. Взрыв в Краснодаре. Что это хулиганство, попытка взорвать кафе или покушение на судью. Узнаем версии следствия. И спецпосты по всей территории края. Из-за вспышки чумы свиней перевоз животных и свинины под жестким контролем. Все это совсем скоро. Сейчас чуть-чуть рекламы. Дождитесь. Спасибо, что с нами. Это «Факты». Мы продолжаем. Кто первый с ТО, того и ОСАГО. Конфликт по поводу выдачи страховых полисов Росгострахом сходит на нет. Сегодня Минфин внес ряд поправок в Госдуму, которые в корне изменят жизнь всех водителей в стране. Суть корректировки. Переложить ответственность за отсутствие талонов техосмотра со страховщиков на автовладельцев. Например, если вы попали в ДТП из-за неисправных тормозов, и на этот момент талона ТО у вас не было, значит, страховая компания возмещать убытки не будет. Напомню, после вступления в силу нового закона о техосмотре деятельность Росгостраха вызвала вопросы и у конкурентов компании, и у простых автовладельцев. Законность выдачи бланков талонов ТО без подписи эксперта и выдачу на основании него полиса ОСАГО сейчас проверяет и прокуратура Краснодарского края. Это сегодня на пресс-конференциональном офисе компании Юрий Романцев. Этого комментария мы ждали больше недели. Напомню ситуацию с талонами Росгостраха. Девятый канал уже поднимал не раз, но комментировать свою модель выдачи полисов в Росгострахе отказались. А почему сегодня рассказал личный президент группы компании Даниил Хачатуров? Вы представляете, на какой бизнес мы наступили? Вы можете себе представить, если бы мы что-то делали незаконное, что бы они с нами сотворили? Почему все так бесятся? Потому что Росгострах предлагает никого не наказывать. Первый раз за всю историю человечества в этой стране, видимо, по страхованию, мы предлагаем, ребят, вы не волнуйтесь, мы взяли на себя ответственность за наших клиентов. Все, вы расслабьтесь. Почему так бесятся наши конкуренты? Они говорят, не, мы расслабиться не можем. Мы хотим, чтобы ответственность внес страховщик, страхователь, если он не получил техосмотр. Вы хотите? Да ради бога. У вас пусть будет так. Мы ответственность взяли, мы полис выписали, все. Объяснять прессе особенности национального автострахования Данилу Хачатурову пришлось еще в Москве, Перми, Екатеринбурге, Тюмени. Краснодар был последним в списке. Более подробно о новых поправках в законе об ОСАГО мы расскажем в итоговой программе «Пакты недели» в это воскресенье. В Тихорецке возбуждено уголовное дело против матери новорожденного ребенка. 39-летняя женщина обратилась в местную районную больницу с кровотечением. В ходе осмотра врачи обнаружили, что женщина за несколько часов до этого родила. Пациентка призналась, что роды были у нее дома, однако где младенец говорить отказывалась. Врачи вызвали полицейских, они обнаружили тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет в сумке пациентки, которую она принесла с собой. Женщина утверждала, что ребенок уже родился мертвым, однако судебная медицинская экспертиза показала, он был здоров и умер от удушья через час после рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство матери новорожденного ребенка». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подробности дела будут выясняться, когда подозреваемая выйдет из больницы. Полицейские допросили сожителя и мать подозреваемой. Все утверждали, что знали о беременности и что младенец был желанным. Это были первые роды у женщины, но на учете у врача она не стояла. Полицейские сейчас решают отпустить подозреваемую под подписку о невыезде или задержать до окончания следствия. В Краснодаре по факту взрыва возле дома председателя Ленинского районного суда Геннадия Вдовиченко возбудили уголовное дело. Взрыв произошел сегодня в половине девятого утра между Северными мостами. Именно там находится дом судьи. Детонатор сработал в момент, когда мужчина собирался ехать на работу. Федеральный районный судья вышел из дома и садился в служебный автомобиль, припаркованный около домовладения. Судья длительное время работает в своей должности, достаточно опытный. Много дел было у него в производстве, в гражданских, в уголовных. Он уже судья с большим стажем. И говорить о том, что конкретно какое-то уголовное дело могло, или гражданское дело могло явиться причиной такого преступления, то есть еще пока рано. Взрыв оказался небольшим. Мужчина остался жив. Повреждена служебная «Волга» судьи. А на ее дверях и заднем крыле осыпалась краска. Слабую силу взрыва подтвердила продавец соседнего магазина. Во время происшествия она была на работе. У показателей все женщины отказалось. Бомба была замаскирована среди веток елки. На месте нескольких часов работали эксперты взрывотехники ФСБ. Специалисты пока не говорят, чем была начинена бомба. Установлено, что взрывчатка самодельная. Версию покушения следователи сейчас тщательно проверяют. Дом судей находится по соседству с кафе «Легенда». Силовики не исключают, что взрыв мог быть попыткой взорвать кафе или вовсе хулиганством. Получила продолжение нашумевшая история, рассказанная нашими коллегами из программы «Такая жизнь». Бывший милиционер Федор Гонтерь обратился к ним за помощью, потому что опасается за свою жизнь. В 2008-м Гонтерь спас подростка от педофила, чему были документальные подтверждения. Но спустя время из дела они исчезли, а задержанный стал потерпевшим, обвинив Гонтеря в вымогательстве. На связь со студией выходит Алексей Власов. Здравствуйте, Алексей. Что узнала ваша редакция по этому поводу? Здравствуйте, Екатерина. Федор Гонтерь, герой одного из наших репортажей, позвонил нам прямо из зала суда и очень взволнованно сообщил о том, что его взяли под стражем. Он это объясняет так, цитирую. «У меня есть неопровержимые документальные доказательства коррумпированности должностных лиц». Гонтерь сказал, что ранее его уже пытали в СИЗО, и теперь он боится, что просто не доживет до суда. Кроме того, сегодня в программе мы покажем, как живется бомжу номер один. Расскажем историю о сыне, который воздвиг живому отцу памятник, и заглянем в четвертое измерение в поисках домовых. Екатерина? Да, Алексей, спасибо. Программа «Такая жизнь» начнется в 8 часов, сразу же после фактов. Сегодня на Кубани начали работу 46 пунктов внутреннего контроля и 12 охранно-карантинных постов на границах края. Эти меры приняты, чтобы не пропустить вирус африканской чумы свиней из других регионов. Такую задачу на селекторном совещании поставил первый висок губернатор Джамбулат Хатуов. Губернаторам поставлена задача объявить борьбу всем возможным источникам распространения африканской чумы. Задача поднять волну. Три дня интенсивной работы, и мы полностью возьмем под контроль переченье свинопоголовья, бесконтрольное, которое сегодня есть. И сегодня вице-губернатор края Евгений Громыко вместе с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора на вертолете облетел практически по всему краю. Комиссия проверила, как посты начали работу и насколько бдительны были власти в районах. Облет проходил от станицы Васюринской, через Тихорецк, Кореновская, Щербиновская, Домостовского. Северная, центральная, восточная и юго-восточная зоны Кубани полностью охвачены постами. Одним из первых осмотрели, как работает карантинный пост в Кавказском районе. Он находится на границе со Ставропольем. И здесь строго следят, чтобы зараженных животных не смогли ни вывести, ни ввести. Вы должны понимать и оперативно принимать решение, есть ли у предпринимателя, вот как у вас на посту, да, все эти случаи. То есть нормально, документы есть, документы в порядке, подтверждение оперативное есть. Значит, предприниматель должен немедленно ехать дальше и заниматься своей деятельностью. Главное, зафиксировать, получить учет. Наши соседи должны быть спокойны, что возможное заражение отсюда ни в коем случае не поступит. Напомню, такие жесткие меры были приняты в связи с установлением в крае второй угрожаемой зоны по АЧС. Это сделано, чтобы не допустить введения полного карантина. Тогда пострадать может вся отрасль свиноводства. Если будет введен запрет на продажу кубанской свинины, край будет ежемесячно терять до 9 миллиардов рублей. Помощь кубанским сиротам о развитии бизнеса в регионе, решение транспортных проблем готовы взять на себя молодые политики. Об этом они заявили сегодня на собрании Совета молодых депутатов. С трибуны звучали свежие предложения, как решить старые проблемы. Например, чтобы вести бизнес по правилам и уметь зарабатывать депутаты Белореченска, организовали для предпринимателей бесплатные юридические консультации. Оценку отлично получил и проект депутатов Успенского района, создание электронной книги памяти. Авторы проекта намереваются собрать все данные об участниках Великой Отечественной войны, своего района и выложить их в интернет. Депутатство само по себе, работа, если работать добросовестно, сложная. Они учатся управлять, понимаете. Придет время, люди более старшего поколения уйдут. А эти должны знать, с чего начинать. Есть отличники и есть неуспевающие. К моей радости, неуспевающих меньше. Совет молодых депутатов Кубани существует уже 7 лет. Начиналось все с нескольких десятков человек. Теперь им даже залов для совещаний мало. Вместить более полутора тысяч участников смог только спорткомплекс «Олимп». В 2011 году для нас приоритетным направлением работы было решение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помогли получить им жилье. Во многих работах именно мы будировали администрацию для того, чтобы эти вопросы решались. Совет молодых депутатов был создан председателем ЗСК Владимиром Бекетовым. Его оценка работы съезда для юных коллег была особенно важна. Это уже реалии. Это уже делается. Пока на примере одного района. Я думаю, что каждый район поймет значимость данного дела, потому что это правда значимая вещь. И будет, ну, может чуть позже делать у себя. В следующий раз молодые депутаты в таком составе соберутся через год. Но до этого предстоит большая работа в своих городах и станицах. И мы продолжаем подробно говорить о погоде. Я приветствую в студии синоптика фактов Дмитрия Крамаря. Дмитрий, добрый вечер. Добрый ли он? Добрый, добрый, смотря где вы его проводите. Если на улице, то вряд ли. А если дома, в тепле, с семьей, то, конечно, добрый. Ну и когда закончится-то все это? Ну, рано или поздно все заканчивается. Холода тоже наверняка скоро закончится. И будем цитировать. Люблю грызу в начале мая. Ну, о всех подробностях я расскажу через минуту. Оставайтесь на 9-м канале. Добрый вечер всем. Генеральный партнер прогноза погоды строительная компания Югстроинвест Кубань. Это комфортное благоустроенное жилье по доступной цене. Прогнозы не радуют. В такую погоду хороший хозяин, не то что собаку, тараканов на улицу не выгонит. Холода неимоверные, но жаловаться бессмысленно. На то она и зима, чтобы всех морозить. Интересно, что нам подарят выходные. Давайте посмотрим на карты европейской части России и все узнаем. Почти по всей территории Северного полушария установилась область высокого давления. Вот, все чисто, ясно видно. Морозы распространяются семимильными шагами. Из общей картины, правда, вбивается вот этот циклон, который находится над Турцией и Черным морем. Он пытается бороться за влияние в нашем крае. Но силушки у него маловато. Все попытки отодвинуть антициклон просто бесполезны. Это естественно. Посмотрите, какой он огромный и масштабный. С такой махиной сложно бороться. Так что арктический ледяной воздух вторгался, вторгается и будет вторгаться в наш регион. А значит, вы мерзли, мерзнете и будете мерзнуть. Доказано гидрометцентром. Будет еще холоднее. Днем по краю в среднем 9-13 мороза. Ночью 15-20. А в восточной части, внимание, приготовьтесь сказать о ужас. До 25 ниже нуля. Ситуацию ухудшит северо-восточный ветер. Сегодня в Новороссийске дуло до 38 метров в секунду. Но уже завтра 25-30, а по краю до 15 метров в секунду. Так что, к счастью, ветер стал постепенно успокаиваться. Утром и днем местами возможен слабый снег. Но есть в нашем крае островок, который вызывает белую зависть. Я говорю про Сочи. Это единственное место в России, где завтра сохранится положительная температура. Повезло им. Давайте посмотрим на рейтинг температур и полюбуемся. Вот, Сочи. Плюс 7. Всего в нескольких десятках километров от него находится Туапсе. Но там же минус 2. На третьем месте Геленджик. Там минус 4. Холоднее всего у нас будет в Ейске. Тихорецкие карапотки не везде днем. Минус 13. В Краснодаре без осадков. Ветер в городе немного успокоится. Посмотрите, вот. Его порывы уже до 11 вместо 15 метров в секунду. А к вечеру и до 8 вообще будет. А вот давление будет еще выше. Посмотрите, 770 миллиметров ртутного столба. Так что гипертоникам надо быть внимательнее к своему здоровью. Температуры... Ой, даже не хочется озвучивать. Смотрите. Утром минус 16. Днем минус 11. Вечером минус 12. Очень холодно. Да, неудобств погода доставила немало. Зато решила проблему, как провести эти выходные. Конечно же, в тепле, в шерстяных носках и в обнимку с близкими. Так что настроитесь на теплосемейную волну и получите максимум удовольствия от морозов. Всего доброго. Пока.